Всем привет! Дядь Юр дает прогноз на матч седьмого тура серии А Сосоло-Удинезе. Встречаются вторая и восемнадцатая команды текущего сезона. Очные игры. В последних десятиочных матчах команды шесть раз играли на обе забьют нет и семь раз на тотал меньше. Сосоло не побеждал в последних четырехочных матчах. Сосоло не забивал Удинезе в последних двухочных матчах, которые проиграл в сухую. Сосоло не забивал Удинезе в последних трех домашних матчах и последние пять матчей на поле Сосоло прошли на тотал меньше. Как видим в очных играх преимущество на стороне Удинезе, которые очень успешно играют на Мапеи, причем сугубо в низовых матчах. Статистика команд. Сосоло в последних десяти матчах шесть раз играл на обе забьют да и шесть раз на тотал больше. Сосоло не проигрывает в последних шести матчах. Удинезе в последних десяти матчах шесть раз играл на обе забьют нет и по ровну на тотал меньше больше. Удинезе последние четыре матча отыграл на обе забьют да и на тотал больше. Как видим, Сосоло играет чаще результативные матчи. Удинезе играет нейтрально в плане результативности, но стреляет длинными сериями низовых и результативных матчей. В предыдущем туре Сосоло выиграл 2-0 в Неаполе Но благодаря удачному стечению обстоятельств они свои силы Осимхен чудом не забил в пустые ворота Хозяева не использовали 2-3 хороших момента Получили нелепые пенальти Снова не использовали пару моментов И получили на последних секундах второй гол Удинезе проиграл Милану 1-2 Ибрагимович сделал игру гостям Отдав голевой пас и забив победный гол за несколько минут до финального свистка Умудрившись каким-то образом пробить, падая спиной к воротам Удинезе свой гол забил в пенальти В очных матчах на поле Сосоло тотальный перевес у гостей Причем хозяева давно не могут не только выиграть, но и просто забить хотя бы гол Нонсенс, учитывая суперрезультативную игру Сосоло Удинезе сейчас находится далеко не в лучшей форме Сосоло наоборот начал сезон так, как никогда не начинал После 6 туров залез на второе место Тут и к бабке не ходи, хозяева должны забить Удинезе Если не забьет, значит дело уже не в футболе, а в каких-то сверхъестественных силах Ибо не может забивная команда не забивать на своем поле аутсайдеру четырех матчах подряд Если же взять во внимание, что в последних играх Удинезе встал на дорожку Результативных матчей, то, пожалуй, стоит ожидать крупной победы хозяев Где-то на 3-1 Гости бы должны забить, ибо в матче с Наполе команда Дезерби выбрала свою удачу Когда мяч упорно не лез в ворота гостей Из связки ставок тотал больше 2,5, обе забьют до победа хозяев Самый высокий коэффициент стоит на победу хозяев 2,04 На тотал больше 2,5, 1,54 На обе забьют до 1,52 Если выбирать одну ставку, то здесь дядь Юра предлагает сделать ход конем И взять железобетонную ставку из разряда на все деньги В виде 1х за 1,33 Коэффициент невелик, но Сосола не может просто слить Удинезе в очередном домашнем матче При текущей форме обеих команд Дядь Юра может еще допустить ничью, и даже нулевую Но возможный проигрыш хозяев будет из области мистики Но у вас может быть иное мнение на этот счет Верифицированную статистику прогнозов дядь Юры можно посмотреть на сайте BetHub По состоянию на 4 ноября статистика имеет следующий вид Название рассылки показано вверху справа Только прогнозы на АПЛ, Ла Лигу, РПЛ и серию А Дядь Юра благодарен всем, кто уделил несколько минут своего времени на его кортавый прогноз И будет на седьмом небе от счастья Если сочтете нужным, порекомендовать его канал своим знакомым в соцсетях На этом все, дядь Юра верит, что у вас все получится Всем оптимизма и удачи, будьте здоровы!